Девушки отдыхают Но в результате узнает о своей смерти Я вижу вас в могильной яме Насте уже давно не должно быть среди живых Не пропустите! Смертельный любовный треугольник и призрак женщины с розами Она говорит, найди кровь на цветах Прости, прости, прости Эту симпатичную рожеволосую женщину зовут Анастасия На первый взгляд ничего особенного Обычная мама, воспитывающая двух детей Давай машину нарисуем, давай Хорошо получается Но жители Днепропетровской области очень хорошо знают Настю Ведь она живет и работает в уникальном месте В частном зоопарке, где проходят реабилитацию дикие животные Она спасает зверей со всей страны, которые по разным причинам оказались на грани жизни и смерти Я очень люблю свою работу Это радость, это счастье, это жизнь Это то, без чего ты не можешь прожить ни дня Помогать обездоленным животным Анастасия начала более 10 лет назад Многих она сама вырастила и вылечила А некоторым даже спасла жизнь, забрав у безответственных хозяев У нас есть ферблюдица, Белла Ее с другого зоопарка забрали У нее были очень больные ноги Абцесс с нагноением Когда она приехала, на нее страшно было смотреть Она терпела все операции, все процедуры И теперь она ходит и радует глаза Всех животных в приюте Анастасия обожает как родных детей И даже дикую медведицу Зиту спокойно кормит с ложки Красотка! Молодец! Вот умница! Но эта сильная и смелая женщина, которая спасла жизнь стольким диким животным Очень боится преждевременно умереть Анастасия уверена, что покойный муж Юрий забрал на тот свет ее будущего жениха А теперь охотится и за ней Он меня любил безумно И отпустить после смерти просто не может Он мне говорил, я буду всегда с тобой рядом История любви Насти и Юрия началась именно в этом зоопарке Пара построила его почти с нуля Это место стало воплощением мечты двух влюбленных людей То, что мы видим сейчас, этого ничего не было Мы работали вместе Он был директором, я администратором Но счастливая жизнь Анастасии закончилась, когда четыре года назад У ее мужа Юрия обнаружили тяжелую болезнь Анто-никроз Мы сделали резекцию желудка и удачно Я боролась за него очень долго Несмотря на все усилия медиков, спасти любимого не удалось Когда Юра умер, вся моя жизнь обрушилась Держалась изо всех сил, потому что у нее осталось двое деток И она старалась жить дальше ради них Настя говорит, что долго переживала свое горе Но через три года после смерти Юрия Неожиданно обратила внимание на нового коллегу Который пришел работать в Зверинец Олег, он интересный, своеобразный Стал моим лучшим другом Симпатию проявлял Настя долго сомневалась, отвечать ли на чувства Олега В конце концов, после года общения Она согласилась пойти на свидание Но в ту же ночь покойный Юрий Пришел к ней во сне Длинный стол И он напротив стола Стоит в маске Лица я не вижу И я говорю, Юра, неужели, говорю, это ты? Я в ужасе проснулась Но когда Настя открыла глаза То просто онемело от ужаса Посреди комнаты Стоял тот самый призрак в маске Из ночного видения У меня ужасный страх Потому что я знаю, что он умер И закричала, я детей напугала Однако дальше все стало еще хуже Настя говорит, что призрак поселился в ее доме И теперь появляется и днем, и ночью Вот из этой стены Он приходит ко мне Размытый силуэт Анастасия думала, что сходит с ума Она даже обследовалась у врачей Но никаких отклонений у нее не обнаружили А со временем Настя заметила, что каждый раз Когда она видит призрака Животные в зоопарке начинают Очень странно себя вести Они себя ведут неестественно И они начинают даже вот по клетке Вот так вот постоянно Такое впечатление, что он хочет Либо на что-то показать Либо указать Особенно странно Вели себя тигры и гепарды Которых раньше кормил Юрий Каждый раз, когда Настя чувствует Покойного мужа Животные словно видят Кого-то возле нее Это начали замечать и сотрудники Зверинца Садились у порога И следили Как будто человек ходит там В отчаянии Настя рассказала об этих видениях Олегу С которым тогда Только начала встречаться Чтобы успокоить ее Мужчина предложил вместе Поехать на могилу к Юрию И попросить у него Разрешение на новые отношения Два часа я умоляла и рыдала Там, Юра, я тебя очень сильно люблю Но я хочу жить дальше Радоваться жизни Воспитывать наших Великолепных детей Вскоре Олег сделал Насте Предложение руки и сердца Женщина долго сомневалась Соглашаться ли Но принять решение Помогли дети Ирочка мне в один момент Сказала, говорит Мама, мы так привыкли К деде Олегу Ну, я согласилась В это трудно поверить Но на следующий день После помолвки Случилось ужасное Олег ни с того ни с сего Упал со ступенек возле дома И сильно ударился головой Делали томограф Была гематома Ему становилось все хуже, хуже, хуже Спустя месяц Олег умер из-за отека головного мозга А Настя второй раз потеряла любимого человека Она уверена, что Олега затянул на тот свет покойный муж Мне эта мысль не покидала вообще Ну, просто это же ненормально Я хочу, как все нормальные люди Жить дальше Настя уверена, что в неудержимом желании быть вместе Скоро Юрий заберет к себе и ее Ведь после гибели Олега Она и сама оказалась На грани жизни и смерти После его смерти Мне стало плохо Я попала в больницу Мне сделали операцию по удалению аппендицита Во время операции у молодой женщины внезапно началась аллергия на наркоз И сердце Насти остановилось На операции даже присутствовал главный хирург города Было понятно, что дела плохи Настя говорит, что до сих пор помнит Как во время реанимации ее душа словно покинула тело Это был ужас Я вышла из своего тела и вижу себя со стороны Как я лежу Страх такой Паника Я вижу себя Лежащей на кровати Сверху Анастасия говорит, что в этот момент Снова увидела рядом покойного Юрия Со странной маской на лице Он протянул к ней руку И словно пытался куда-то забрать Я понимаю, что мне нужно вернуться назад Я пытаюсь пошевелиться Сделать тело, телодвижениями И у меня ничего не получается К счастью, врачам удалось спасти Настю Однако несчастная женщина боится Что в следующий раз Чудо может не произойти И ее дети останутся сиротами Я не могу представить Если он скажет, что мама не стала Анастасия на грани нервного срыва Она говорит, что хочет жить Поставить на ноги детей И продолжать спасать животных Которые нуждаются в помощи Экстрасенсы Ее единственное спасение Я хочу, чтобы это все закончилось Я очень Очень сильно Прошу о помощи Помочь Насте согласилась Харьковская ведьма-некромант Жанна Шулакова И цыганская ясновидица Рубина Цибульская Экстрасенсы договорились Встретиться в центре города Жанна Когда я настраивалась на фотографию Анастасии Рядом с ней я чувствовала Совсем не ее покойного мужа Как это? Рядом с ней я увидела дух Какой-то другой женщины Какой женщины? Она такая беленькая Лег 30 А на руках она держала Мертвого ребенка И кто она? Я не знаю Но она сказала только Остановишь смерть Когда найдешь кровь на цветах И вдруг перед нами появилось привидение Совсем другой девушки Это дух Она молодая Красивая И что-то держит в руках А что именно? Букет красных роз В какой-то момент Я рассмотрела образ Этой молодой девушки С длинными волосами Кто она такая? И почему она появилась Именно тогда Когда я рассказала Про цветы в крови Она что-то говорит Это он затянул меня На тот свет О ком она говорит? Я не понимаю Ты знаешь У меня такое ощущение Что она пришла к нам Из-за Насти Странно Анастасия уверена Что ее пытается убить Дух покойного мужа А экстрасенсы Описывают Каких-то Мертвых женщин Но как они связаны С Настей? И кто вообще такие? Я чувствую Что мы стоим На месте смерти Этой девушки И ее гибель Была какой-то ужасной Мы сразу Обратились за помощью К нашему эксперту Екатерине Маличенко И результаты Ее поисков Нас просто ошеломили Оказалось Не так давно На этом месте Полицейские Действительно Зафиксировали Смерть Молодой красавицы Девушку звали Вероника Она была Из Киева За два дня До смерти Она приехала В Днепр И сняла апартаменты В одной из многоэтажек Погибла От полученных травм В результате Падения С восьмого этажа Арендованной квартиры Сейчас Дело закрыто Как самоубийство Вероника Покончила с собой На том месте Где сейчас Стоят экстрасенсы Но зачем Девушка из Киева Приехала в Днепр Сняла апартаменты А затем Совершила самоубийство Почему Ее дух Пришел сегодня К ясновидецам Смотри Одна женщина Живая Одна женщина Мертвая А на раскладе У меня выпадает Карта любви И карта мужчины Это как будто Любовный треугольник Возможно Их связывает Любовь к одному Мужчине Может Это Юра Может быть Вероника Была его Любовницей Но почему Под угрозой Настя И причем Здесь смерть Ее второго Мужа В какой-то момент Я рассмотрела Образ этой молодой Девушки С длинными волосами И почему Она появилась Именно тогда Когда я Рассказала Про цветы в крови Спустя час Экстрасенсы Подъезжают К зоопарку Рядом Находится дом Где живет Анастасия С детьми Она уже ждет Ясновидец Добрый день Здравствуйте Огромное спасибо Что вы приехали Хочу чтобы вы мне помогли Подержите Настя Вот я смотрю на вас Вижу картину Как вы В свадебном платье Лежите в могильной яме Неужели Настя Тоже обречена на смерть И действительно ли это Связано с ее покойным мужем Карты показывали мне Что Насте Уже давно Не должно быть Среди живых И все это было Связано С каким-то обещанием Это связано С каким-то обещанием Которое вы дали Мертвому человеку Стоп Так я чувствую Что вы дали Клятку Своему покойному мужу Вы сделали это Просто перед его смертью Он был в реанимации Я пыталась его Как-то успокоить Чтобы он жил дальше Я говорю Почему же ты отчаялся Я всегда буду с тобой рядом Я слышу фразу Даже смерть не разлучит нас Настя сегодня помнит Как держала любимого за руку И плакала А спустя несколько минут Глаза Юрия закрылись навсегда Тогда в больнице расплакалась Я рыдала Очень громко Долго Если Настя поклялась Юрию Быть верной А потом нашла другого И собралась за него замуж То конечно Дух покойного мужа Может за это мстить Так неужели Настя Обречена умереть Из-за клятвы в любви В этот момент Я почувствовала на себе Чей-то холодный взгляд Повернула голову И снова увидела Дух Вероники Смотри Что там? Я вижу эту девушку Эту Веронику Как она здесь оказалась? Ведь самоубийцы Обычно привязаны К месту своей смерти И могут покинуть его Лишь тогда Когда у них есть Незавершенная миссия Я не знаю Но она говорит Что это Очень Очень Важное место Почему дух Вероники Уже второй раз Приходит к экстрасенсам? Как она связана с Настей И тем Что с ней происходит? И что вообще ей нужно? Я слышу ее голос Она говорит Помоги Ну как? И в чем? Вы знали такую женщину Которая была самоубийцей Ее звали Вероника И умерла она Из-за мужчины Нет Она, как и вы, говорит Что ее затянули на тот свет Что же вас объединяет с ней? Не знаю Настя, мы спрашиваем Потому что между вами И этой девушкой Есть какая-то связь Я не понимала Что общего у этих женщин Но это было как-то связано С любовью И букетом красных роз Именно они привели Эту девушку к гибели Но тогда мы этого еще не знали Она держит в руках Большой букет Красных роз И говорит Что она была вот здесь Со своим любимым мужчиной И это его подарок Получается, Вероника Была с любимым На территории этого зоопарка Но почему именно здесь? Ведь девушка жила в Киеве И какая связь Между ней и Анастасией? В этот момент У меня на раскладе Выпало две карты Любовь и смерть На этом месте Любимый Вероники Признался ей в своих чувствах А затем Предложил совершить Что-то очень страшное Именно здесь Любимый Признался в чувствах И Насте И у нее в руках Тоже был букет Красных роз То есть? Мне Юра дарил Красные розы Ваш покойный муж? Да Наше первое свидание Было здесь Он за мной Очень красиво ухаживал Очень Настя в то время Была выпускницей Ветеринарного училища А Юрий Всего несколько месяцев Работал директором Недавно открытого Зверинца Женщина говорит Каждый раз Когда приезжала С любимым в зоопарк Чувствовала Что должна работать Именно здесь Я влюбилась в это место В него Он предложил мне Жить вместе Никогда не расставаться Было ощущение Окрыленности От любви Я была На седьмом небе От счастья Его слова Были настолько искренни Я вот в эту Искренность Я влюбилась Вы же до сих пор Приходите именно На это место И разговариваете С любимым Разговаривала с ним Как мне жить Почему без тебя Я не хотела его Отпускать Я его постоянно называла Из-за сильной любви Клятвы Которую Настя Дала покойному мужу Он действительно Может тянуть Ее на тот свет Но тут я вспомнила Что о чем-то похожем Мне говорил И дух Вероники Это он затянул Меня на тот свет Я посмотрела в карты И была шокирована Обе Были связаны С одним мужчиной Это действительно Был какой-то Любовный треугольник Мужчина умер И там И тут Красные розы Подарили и Веронике И вам Вместо предложения То же самое Что у вас с Вероникой Ты намекаешь Что Юрий Может быть связан С Вероникой Помните Может быть Юрий Встречался с какой-то Вероникой Нет Мы были постоянно Вместе Этот любимый Мужчина Вероники Он самоубийца Умер он Одновременно с ней В один и тот же день Но муж Насти Ведь не самоубийца Юрий не может быть Причастен к смерти Вероники А вот вы, Настя Как-то с ней связаны Именно из-за этой связи Вам угрожает смерть Я уже ничего не понимала Как связаны Эти две женщины Тем временем Екатерина Маличенко Нашла в деле Дополнительный протокол Осмотра Места гибели Вероники И то, что мы услышали Дальше Нас просто шокировало Неподалеку от тела Вероники Обнаружено Тело молодого мужчины Причина смерти Такая же Травмы Из-за падения С высоты Эту информацию Подтвердили И в пресс-службе Полиции Днепра Сообщение в полицию Поступило Около 7 часов утра Из окна Восьмого этажа Здания В центре Города Днепр Выпрыгнули Двое подростков Это девушка И парень Позже мы узнали Что парня звали Назаром Он был женихом Вероники Оказалось Что оба работали Моделями в Украине И за границей И о самоубийстве Молодой пары Писали многие Модные издания В статьях Украинских изданий Говорится о том Что пара За полгода до смерти Отправилась В путешествие По Украине Вероника с парнем Останавливались В крупных городах Снимали апартаменты В отелях И там отдыхали По несколько дней Но нас Еще больше Удивило то Что за день До своей смерти Пара была В приюте Для животных Где работает Анастасия Назара и Веронику Хорошо запомнила Сотрудница Зверинца Запомнилась Это очень пара Было очень Приятно Наблюдать Как они прогуливались Как на друг друга Смотрели Очень нежные Отношения По словам Женщины Вероника Прогуливалась По Зверинцу С букетом Красных роз В руках Позже Лепестки цветов Нашли Возле тел Парня и девушки А также В номере отеля Который они арендовали Снимали жилье На протяжении Нескольких дней И в апартаментах В тех В которых Они проживали Были обнаружены розы Скажите пожалуйста А вы уже установили Мотив поступка Этой пары Его установить Невозможно Почему пара Успешных моделей Совершила самоубийство Зачем дух Погибшей Вероники Постоянно приходит К экстрасенсам И просит о помощи И главное Как все это Связано с Анастасией Которую якобы Тянет на тот свет Покойный муж Юрий По моим ощущениям Энергетика Юрия И того мужчины В маске Которого вы видите Это два разных человека А с чего вы вообще взяли Что к вам приходит Именно Юрий Как именно вы видели Мужчину в своих видениях Черное одеяние Но и лица я не вижу То есть вы видите Постоянно Человека в черной маске Да Я понимала Что на Настю может охотиться Совсем не ее покойный муж Это может быть Совсем другая Потусторонняя сила Которая выдает себя за ее Единственный вариант Понять Действительно ли Юрий Хочет забрать Настю Вызвать его дух И спросить у него напрямую Вы должны закрыть глаза А затем Позвать его Юрочка Прийти Пожалуйста Я тебя очень прошу Ты мне очень нужен Я вижу его Он рядом Я вижу Как он гладит вас По голове Настя Вы чувствуете Да Я его видела Он улыбался Он был добрый Тот Юрок Которого я знала Он рядышком Со мной стоял Настя Ваш муж говорит Что скучает По вам всем Особенно По маленькому сыночку Больше всего Анастасия жалеет Что сын Мирон Не помнит отца Ведь Юрий умер Когда мальчику Был всего год Юрий Не хочу сказать Что Мирончик Очень на тебя похож Всем 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 Мирочка Я тебя очень сильно люблю На моих глазах Привидение покойного мужа Обнимает свою любимую жену Не после смерти Юрий Никогда бы не обидел Свою Настю Двух ваших мужей Кто-то обрек на смерть Юрий даже предчувствовал Что скоро умрет Настя вспоминает Что незадолго до болезни Всегда жизнерадостный Юрий Действительно сильно изменился Он поменялся В лице, в глаза Поменялись взгляды Он просто стал пустым Юрий просит Чтобы мы спасли вас От этой нечисти В черной маске Я пыталась рассмотреть Кто этот мужчина Который охотится на Настю Но вместо этого Я увидела фигуру Увидела ужасную фигуру С маской на лице На что намекает экстрасенс За мужчинами Анастасии И за ней самой Охотятся разные силы И если да То какие И кто этот загадочный мужчина В черной маске Как его найти Я Юру вижу И он мне словно Показывает Большое Сказочное животное Словно олень Я чувствую Что при жизни Юрий присматривал за ним Лось Это животное Видело эту силу Вы мне покажете его? Конечно Тогда идем Осторожнее Что ты видел? Что? Я увидела картинку Вероника И ее парень Стоят посреди зоопарка А затем темнота Я увидела какую-то Черную воронку Из которой появлялся Мужчина в маске Черная воронка Она возникает Внезапно Из этой черной пустоты Словно выходит Потусторонняя сила Это тот самый мужчина В черной маске Он как будто Следит за вами Я вот сейчас Вот Стою на улице На территории Никого нет Шаги По листве Шурк-шурк И поворачиваются Шаги прекращаются В это трудно поверить Но когда Анастасия Начала описывать Эту нечисть Животные в зверинце Словно взбесились Из каждой клетки Слышны рев И завывания Звери будто бы Пытались нам рассказать Кто и зачем Охотится на Настю Мы с Жанной Разделились И начали подходить К каждой клетке И начали работать С животными Несколько часов Экстрасенсы Молча работают С животными Я смотрела В глаза зверей И спрашивала Кто тот мужчина В маске И почему он приходит И вдруг Рубина увидела Духа Я вижу там Привидение женщины Вероника Нет Женщина с мертвым Ребенком на руках Из моего сна На ее ситуацию На ее проблему Мертвого ребенка Но кто эта женщина Кто этот ребенок У нее на руках Кто виноват В смерти Младенца Мы тогда даже Не представляли Она зовет меня Куда-то Быстрее Ты видишь ее Она остановилась После того дома Экстрасенс указывает На дом На территории Зверинца В котором живет Настя Она держит Мертвого ребенка И говорит Это мой дом У вас здесь Младенец умер? Нет Но дальше Эта покойница Начала плакать Что-то неразборчивое Говорит Единственное Что я поняла Это слова Умерли от проклятия А потом она Показала На Настю Ужас Как понимать Слова Рубины Цибульской Кто умер От проклятия Почему призрак Женщины с ребенком Указывает На Анастасию И кто эта Покойница Вообще такая Она выходит Как Третья лишняя В любовном Треугольнике Она кому-то Мешала Она лишняя В любовном Треугольнике Между вами Настя И каким-то Мужчиной Я понимаю Наверное О ком вы говорите Кто это? Марина Выяснилось Что у покойного Юрия До встречи С Настей Была гражданская Жена Которую звали Марина У них даже Был общий Ребенок Пара жила Именно в том Доме Где сейчас Проживает Анастасия Я чувствую Что до встречи С вами Марина и Юрий Разошлись Но женщина До последнего Надеялась Что муж Не вернется Пока он Не привел Вас Жить в их дом Все верно В домах На территории Зверинца Живут сотрудники Приюта Вместе Со своими Семьями В одном Здании Могут проживать Сразу Несколько Семей И когда Юрий Познакомился С Настей То переехал От Марины В другое Крыло Дома Узнав Об этом Бывшая Жена Сразу Начала Конфликтовать С новой Избранницей Мужа Был с ней Конфликт Это было Здесь Здесь На территории Конфликт В том Что Ты Забрала У меня Юру Но вскоре Насте Сообщили Что с Мариной Произошла Ужасная Трагедия А что Было С ней Словно Механика Перевернутая Колесница Она упала С мотоцикла Очень сильно Ударилась Головой И сразу Упала В кому Марину Подвозил Из Днепра Ее знакомый Мужчина Не справился С управлением И врезался В дерево С места аварии Женщину Забрала Скорая Вышел Доктор Реаниматолог Он сказал Что у нее Третья степень Комы Никаких Прогнозов Надежд Никто Ничего Не говорил А на следующий День Марина Умерла Так и не Придя в сознание Я понимала Что дух Марины Появился Не просто так Возможно Любовный Треугольник Который Выпадал Нам В начале Расследования Связан С Мариной Возможно Она Как-то Причастна К тому Что за Настей Охотятся Мужчины В маске Когда она Была Жива Вы забрали У нее Любимого Человека А когда Она Умерла То Может Мстить Может Быть Она С помощью Магии Привязала Какую-то Силу Которую Забрала Юрия Олега А теперь И охотиться За вами Может быть И тут Я услышала Голос Марины Я не могла Его забрать Он умер Когда я Еще была В мире Живых Марина Умерла После Смерти Юрия Да Он Умер А потом Умерла Марина Она Не убийца Она Не причастна Смертям Ваших Любимых Наоборот Марина Оберегает Вас Я была В шоке Женщина Которая При жизни Из-за Мужа Настю Ненавидела Теперь Ее Оберегает Почему Она Говорит Спасибо Что Ты боролась За мою Жизнь Она Не Приходила Сознание Она У нее Сразу Была Очень Тяжелая Кома Сразу Отек Головного Мозга Я была В селе У своей Подруги Я бросаю Все Нахожу Ее В больнице Опять же Мы Привезли Ее Туда Вы Были Рядом Когда Она Умирала Мы Ее Привезли В Днепропетровск В Мечников Я Сделала Все Я Очень Не Хотела Ее Отпускать Настя Говорит Что Забыла Все Обиды И до Последнего Была С Мариной Марина Говорит Что Оберегает Тебя С того Света Потому Что Ты Заботишься О Ее Девочке Я Воспитываю Ее Дочь Родных У Марины Не Было Поэтому Ее Хоронила Настя А После Похорон Женщина Сразу Же Удочерила Ее Ребенка Анастасия Говорит Что Юридически Не Имела Никаких Прав На девочку Однако Сделала Все Чтобы Маленькая Мирослава Осталась С ней Когда Марина Умерла Я Задала Мирочка С кем Ты Хочешь Жить Она Сказала С вами У меня Всегда Было Ощущение Что Это Мой Ребенок В этот Момент Дух Марины Сказал Найди Кровь На Цветах Вокруг Только Снег И Деревья Я Не Понимала О чем Она Говорит И Что Это За Мертвого Ребенка Она Держит На Руках Дух У Марины Тяжело Находиться В нашем Мире Ей Нужно Идти Она Хочет Только Вас Обнять Когда Я Обнимала Анастасию Я Увидела Картинку Настя А Перед Ней Взрослая Темноволосая Женщина Она Кричала И Какие-то Слова Не На Нашем Языке И Все Это Происходило В В каком-то Небольшом Домике А можно Я Поработаю В вашем Доме Конечно Можно Вы Давно Тут Живете Я Здесь На Территории Живу Уже В течение 14 Лет Но Не Успели Мы Войти В дом Как Жанна Шулакова Почему-то Замерла На месте И Закрыла Глаза Что Почувствовала Ясновидица Я Не Понимаю Здесь Кто-то Есть Ты Веронику Чувствуешь Она Я Не Понимаю Что Ей От Нас Нужно Она Хочет Чтобы Мы Помогли У Нее В руках Будто Какое-то Письмо Бумага На Которой Написано О Смерти Что Это За Странное Письмо И При чем Здесь Настя Совпадение Это Или Нет Но Екатерина Маличенко Нашла В документах Уголовного Дела Копию Какого-то Странного Письма Полицейские Обнаружили Вероника Женихом Наш Эксперт Отправляет Фото Этой Записки Экстрасенсом Это Не Конец Это Только Начало Это Начало Чего-то Действительно Удивительного И Прекрасного Я Не Понимаю Я Чувствую Что Это Написал Парень Жених Вероники Назар Неужели Он Думал Что Если Они Покончат С Собой То Они И Получат Себе Новую Жизнь Но Только Одна Мысль Не Давала Покоя Как Дух Вероники Мог Постоянно Появляться Если Она Самоубийца Дух Девушки Мог Приходить Только В одном Случа Если Она Не Самоубийца Но Как Это Понимать Почему Тогда Вероника Выпала Из Окна Я Увидела Как Вероника Со Своим Парнем Стоят На краю Окна И В Какой-то Момент Девушка Сказала Я Не Хочу Умирать А Дальше Он Схватил Ее За Руку И Сделал Шаг Пропасть Это Просто Шок Получается Это Действительно Не Самоубийство Но Причем Здесь Настя Что Их Связывает С Вероникой Все Дело В Письме Смерти У Вас В руках Тоже Было Какое-то Письмо Связанное С Чей-то Гибелью У Меня На Раскладе Выходит Так Что Вы Получили Письмо Смерти Это Связано С Каким-то Мертвым Маленьким Мальчиком Да Мой Первый Сын Илья Ему Сейчас Было Бы Уже 17 Смотрите Далее В Программе Разрушенная Любовь И Трагическая Смерть Ребенка У Меня Выпадает Женщина Которая Несет Проклятие И Она Не Хочет Ни Этого Ребенка Ни В 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 Шокирующее Открытие Экстрасенсов Настя Зачем Ты Это сделала? Экстрасенсы В эфире Самая мистическая программа Экстрасенсы Детективы Новые невероятные расследования Прямо сейчас Наши эксперты Жанна Шулакова И Рубина Цибульская Помогают Анастасии Из Днепропетровской области Женщина обратилась К экстрасенсам Поскольку уверена Что за ней Охотится покойный муж Который умер От тяжелой болезни Вот из этой стены Он приходит ко мне Чтобы выяснить Действительно ли Настю Пытается забрать любимый Экстрасенсы Вызвали дух мужчины Я вижу Юрия Он рядом Не после смерти Юрий Никогда бы не обидел Свою Настю Пугая потусторонняя сила Которая выдает себя за ерун Экстрасенсы узнали Что смертоносная нечисть Забрала у женщины Еще и ребенка Да Мой первый сын Илья Ему сейчас было бы уже 17 Смотрите далее Кто и за что Забирает у Анастасии Всех Кого она любит Своего первого сына Настя родила Когда ей было 19 лет Но малыш не прожил и полугода У мальчика обнаружили Менингит Воспаление мозга От которого он и умер У него поднялась температура Мы сразу вызвали реанимацию Из Днепропетровска Ему сделали пункцию Может быть как-то неудачно Потому что вот еще Это был нормальный живой ребенок А буквально через 40 минут Я увидела тело Просто которое Делает последние вздохи Через силу Это ужасно Вышел дежурный доктор Сказал извинить Ребенок умер Весь мир рухнул Маленькому Ильясу Не было и полугода Настя говорит Она не хотела верить в то Что ее ребенок умер И до последнего Не выпускала тело сына Из своих объятий Он же еще такой маленький Такой красивый был Этот ребенок был Не от Юрия Кто был отцом Вашего сына Да Это была моя первая любовь Его звали Гамзат Он дагестанец Я познакомилась с ним На первом курсе Это была любовь С первого взгляда Я была на седьмом небе От счастья Мы планировали прожить всю жизнь Но жить вместе Влюбленным было не суждено Ведь в строгой Дагестанской семье Насте никто не обрадовался А мне выпадает женщина Которая несет проклятие И она не хочет Ни этого ребенка Ни вас Ни ваших отношений Гамзата Мама не хотела Наших отношений Потому что он мусульманин А я христианка Гамзата Она открыто говорила Что ты должен жениться На девочке своей веры У него уже была невеста Которую ему выбрали Но все равно он ехал ко мне А когда Гамзат познакомил вас с матерью? Когда у меня было уже Семь месяцев беременности Когда я была у него дома Я говорила ей Что я его люблю И он меня тоже любит Она говорила Что вы не пара Что вам нельзя быть вместе Прокляла нас Меня и моего еще не родившегося ребенка Материнское проклятие Очень сильное И от него очень сложно избавиться И последствия могут быть непредсказуемы Однако никто и не догадывался Как именно подействовало это проклятие Настя говорит Что они с любимым все-таки решили расписаться И на нее снова посыпались проклятия Матери Гамзата У меня выпадает на раскладе Что после этих слов Ребенок и заболел А ребенок Это и была та основа Которая вас держала Ребенок начинает болеть Умирает Люди расходятся Если бы Илья был жив Мы бы никогда не расстались Вот После похорон сына Настя больше не могла оставаться с Гамзатом Страшная боль от потери ребенка Оказалась сильнее любви Мы расстались Он еще приезжал ко мне Но я всячески пыталась избежать встречи с ним Я закрывалась, я пряталась Он ждал меня Я не смогла к нему выйти Настя говорит Что просто не могла смотреть на мужчину У которого были такие же глаза Как и у покойного сына Ну Илья был очень похож на Гамзата Я смотрела на него И видела своего сына И плакала Понимала, что дальше я не смогу С этим человеком общаться Ваш с Гамзатом разрыв Это то, что хотела его мать И ей было все равно Какой ценой этого достичь Это единственный сын у нее Послушайте Может быть из-за этого проклятия Умер ли ваш сын и ваши мужья И может быть это угрожает вашей жизни В результате проклятия Люди действительно могут умирать Но при чем тут дух с маской Который охотится за Настей Который мы чувствовали В течение всего расследования Рядом с вашим сыном Я не вижу ни одного духа в маске Мне нужно на могилу к вашему мальчику Я должна там поработать Нужно ехать на кладбище Привет, сыночек Привет, мой хороший Мама пришла Я вызвала дух мальчика Чтобы спросить у него о проклятии Вот и пришла твоя мамочка Настя, вы до сих пор помните Каждую минуту, проведенную с ребенком Он так как гукол Я так хотела слышать его смех, слезы Радость А увидела только боль Он страшно умер Я ничего с этим не могла сделать Когда были похороны Я дотронуться до него не смогла Я не могла поверить, что это он Я плакала каждую ночь Я рыдала и вылаз, как волк на луну Прости, прости Настя, ваш сын говорит, что вы ничем не виноваты Поднимайся Он слышал каждое ваше слово Я всегда хотела с ним вот так вот легко поговорить Если вы мне позволили это сейчас сделать Я с ним никогда не разговаривала Когда мама разговаривала со своим умершим сыном В тот момент я почувствовала, что ребенок умер из-за мусульманского проклятия Как и оба мужа Насти Ну что за дух в черной маске за вами охотится Как тут рядом с нами появилось привидение Вероники Смотри, я снова ее вижу Да Она в слезах и стоит на коленях Хочет, чтобы мы помогли Подожди Я чувствую, что тебя тоже хочет забрать на тот свет Дух самоубийца Стоп Тебя хочет убить Назар, жених Вероники Настя, вы знали этого Назара? Нет Странно, но зачем парню забирать на тот свет незнакомую женщину? Я поняла Назар ведь самоубийца А Вероника нет Они в разных параллельных реальностях Поэтому он и не может найти свою невесту Назар после своей смерти приходит именно на то место Где они с Вероникой признались в любви друг к другу И на это же место приходит и Настя Когда разговаривает со своим покойным мужем Вы же до сих пор приходите именно на это место Разговаривала с ним Как мне жить? Почему без тебя? Однако странно то, что Назар ищет девушку-самоубийцу Но при чем тут Настя? И тут дух Вероники показал нам на руку Анастасии Дай Дай Рисунок видишь? Это Сакура Эти цветы твоей крови Установишь смерть, когда найдешь на цветах капли крови Я вижу цветы твоей крови Я их резала То есть ты тоже самоубийца? Да Боже мой После расставания с Гамзатом У меня был страшный период расставания с двумя моими лучшими На тот момент в жизни мужчинами Жить мне совсем не хотелось Настя, зачем ты это сделала? Когда я вспоминала Илью Я приняла решение, что я буду рядом с ним Ты пообещала мертвому сыну? Да Это связано с каким-то обещанием, которое вы дали мертвому человеку Настя говорит, что почти ничего не помнит о том инциденте Пришла в себя уже в больнице А позже узнала, что ее спасла соседка Которая случайно вошла и увидела Анастасию в луже крови Лилась кровь Но небольшой промежуток времени прошел Анастасия сейчас ненавидит себя за тот поступок Но вспоминает, что тогда чувствовала себя убитой горем Когда у тебя нет людей, которые могут тебя поддержать И ты пытаешься справиться со своими проблемами один Это сложно Это очень сложно Нужно кому-то рассказать Просить о помощи Если ты просишь, помощи тебе помогут Но еще больше нас шокировало то, что в последнее время дух в черной маске Во сне подводил Настю к краю какого-то окна И заставлял оттуда прыгнуть Черная маска Говорит, сделай это Так сделай это Назар ищет себе невесту, чтобы затащить ее на тот свет Я понимала, что нам нужно как можно скорее Отрезать от Насти духа парня-самоубийцы Сейчас я проведу обряд И этот дух больше не будет тебе угрожать А ты должна дальше воспитывать своих детей И спасать животных Это только усилит твою защиту С помощью цыганских молитв я отрезала дух парня-самоубийцы И в этот момент я увидела дух покойной Марины Она улыбалась, держа на руках ребенка Наконец-то я поняла Кто этот мальчик? Сдувай За сына своего не переживай Он на небесах вместе с Мариной, первой женой Юрия Она заботится о нем так же, как ты, о ее дочери Спасибо, господи, спасибо тебе за это Я даже вижу эту картину, когда она берется на руках И вот так вот нежно, как я отнимаю миру Спасибо вам огромное за то, что помогли мне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин